Здравствуйте! Курилы будут наши, это никому не отдадим, надо будет и варяг, со дна поднимем ее мое. Вы сами из Дальнего Востока или служили там? Нет, я там служил. Спасибо. Сегодня у нас с вами проходит встреча избирателей с депутатами от Коммунистической партии Российской Федерации, избранных в Государственную Думу, депутатами Московской городской думы и депутатами муниципальных собраний города Москвы, посвященную вопросам территориальной целостности Российской Федерации. Как вы знаете прекрасно, вчера в Россию прибыл премьер-министр Японии Сидзе Абе. Сегодня будут проходить переговоры главы государства нашего Владимира Путина и Абе по вопросам, которые незадолго до этой встречи позиционировались как заключение мирного договора с Японией. У нас вызывает множество вопросов вся эта ситуация. Мы с вами прекрасно знаем, что японская сторона последовательно в течение многих десятилетий выступает с позицией, что единственным условием заключения мирного договора для них является передача ряда островов Курильской гряды под суверенитет Японии. И сейчас, когда заявлено, что такие переговоры будут проходить, когда объявлено о том, что целым рядом российских руководителей, начиная от пресс-секретаря президента Пескова, продолжая министром иностранных дел Лавровым, целым рядом других должностных лиц, делаются довольно двусмысленные высказывания по этому вопросу. Мы крайне обеспокоены. Мы знаем, что в истории Новой России уже не раз были случаи передачи территории из-под российской юрисдикции иностранным государством. Так было с континентальным шлейфом, так было с приграничным территорием Китая, ну и целым рядом других. Поэтому сейчас у нас есть все основания опасаться, что, возможно, за спиной у российской общественности, сепаратно, тайно проводились консультации и переговоры о возможных формах передачи Курильских островов под юрисдикцию Японии. Мы считаем неприемлемым такой подход. Для нас, русских патриотов, левых сил, совершенно очевидно, что территориальная целостность нашего государства это святой и незыблемый вопрос. Наши границы должны быть неизменны. Мы прекрасно отдаем себе отчет в том, что эти границы во многом являются результатом итогов Второй мировой войны и Великой Отечественной, из которой Советский Союз, правоприемницей которого является Российская Федерация, Советский Союз вышел победителем. Япония безоговорочно капитулировала и признала те условия, которые сейчас записаны в международных договорах. Поэтому любой вопрос о статусе Курильских островов, островов Курильских гряды, сейчас не обсуждаем в принципе. Мы считаем, что этот вопрос даже нельзя поднимать по одной простой причине. Потому что есть множество других государств, имеющих территориальные вопросы к России. Если отдадим острова, завтра немцы потребуют Калининград, послезавтра финны потребуют Карелию, и на этом Российская Федерация в ее нынешнем виде прекратит свое существование. Поэтому вопрос территориальной целостности это вопрос жизни нашего народа и государства. Мы считаем, что сегодня нужно потребовать, чтобы российское руководство, в частности президент, на переговорах с японской стороной четко и однозначно обозначил позицию нашей страны. Что никакой передачи островов ни в каком виде, ни за инвестиции, ни за расширение экономического сотрудничества, ни в каком виде передачи островов нет и быть не может. Если эта позиция не прозвучит, то для нас с вами станет совершенно очевидно, что, к сожалению, правящая сегодня нашей страной группировка, увы, готова идти на национальное предательство только ради сохранения своих капиталов. Япония является условным, таким слабым звеном в цепи санкций, которые применяются против нас, и, видимо, часть российской элиты, часть олигархи рассчитывает договориться с японской стороной и добиться какого-то смягчения экономического режима, того, чтобы сюда вложили деньги. Но мы с вами, граждане, очень хорошо должны понимать, выгода от этого пойдет только в карман богатым и сверхбогатым. Население же России, простые граждане, не получится это ровным счетом ничего, кроме территориальных потерь, за которыми может последовать распад государства. Поэтому наша позиция, позиция депутатов от коммунистической партии, абсолютно однозначная, передача островов недопустима. Давайте вместе скажем, Курилы, русская земля! 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 Спасибо. Советская земля. Значит, уважаемые товарищи, у нас здесь присутствует целый ряд депутатов. Я хотел бы сейчас выступить, прошу взять слово депутата Государственной Думы. Алексея Корниенко, пожалуйста. Уважаемые товарищи, дорогие друзья, я депутат Государственной Думы, представляющий интересы парламенте Дальнего Востока и в частности Сахалинского области. На Сахалине мероприятия против передачи Японии и губийских народов прошли и проходят с декабря прошлого года. Массовые митинги, которые проходят по всему Дальнему Востоку, говорят о том, что люди выступают категорически против темы обсуждения, передачи какого-либо острова Японии. Мы выступаем категорически против. Вообще, тема и отношение к той дате 2 сентября 1945 года достаточно много вызывает вопросов со стороны депутатов фракции КПРФ в Государственной Думе. Не раз законодательные собрания, представляющие Дальний Восток, не раз наша фракция просила предложение, чтобы 2-го сентября или 3-го сентября победы закрепить автобусы или ветерпующих, чтобы спасать проехнили. И по стоянкам выключали отчерки в армии со стороны Украины нет оснований для меня отец для одного решения. Это вынесет ответы по подложению отцовщики где-то и сентября почему вы стоите? Вот там стоит полно народов. А почему вы другими делаете замечания? Потому что вы стоите на проезжей части. А они не стоят. Проезжей части кто? А вам видите, посмотрите. Вы не так проживите. Пройдите. Я вам обращусь. Попреченские морозы запоздали. Садко богатый гость. Крашу не скажешь. Разной земли краши нету. Едите.